Через 1 минуту после начала равномерного спуска воды из бассейна в нем осталось 400 метров в кубе воды, а через 3 минуты 250 метров в кубе. Сколько воды было в бассейне до начала спуска? Для начала запишем наши условия. Пусть объем всего бассейна равен х. Скорость спуска воды из бассейна это у. Время первого спуска равняется 1 минута. Время второго спуска равняется 3 минуты. Объем воды после первого спуска 400 метров в кубе. Объем воды в бассейне после второго спуска 250 метров в кубе. Объем, который спустится за время t, будет равняться скорость спуска умножить на время спуска. Составим уравнение. Объем воды после первого спуска будет равняться объем всего бассейна минус тот объем, который спустится за первое время. То есть скорость v умножить на время t1. Объем воды в бассейне после второго спуска будет равняться объем всего бассейна минус v умножить на сумму времен t1 плюс t2. Это у нас система. Подставим сюда наше обозначение. Тогда у нас получается объем воды после первого спуска это 400. Равняется объем всего бассейна это x минус v умножить на t1. Во втором случае объем воды в бассейне 250. 250 равняется x минус y умножить на сумму времен 1 плюс 3. Выразим из первого равнения y. y будет равняться x минус 400. Во втором случае 250 равняется x минус 4y. Подставим y во второе равнение. Тогда у нас получается 250 равняется x минус 4 умножить на x минус 400. Преобразуем, раскроем скобки. Получается 250 равняется x минус 4x плюс 1600. Сгруппируем. Перенесем x в одну сторону, цифру в другую. Получается 4x минус x равняется 1600 минус 250. Приведем подобные члены. Получается 3x равняется 1350. Тогда x равен 1350 разделить на 3. Тогда x равняется 450. Запишем ответ. Объем воды в бассейне равен x. x равен 450 метров в кубе. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.